Дом, который построил Джек. Так ли это было? Дом сопровождает человека от рождения до самой смерти. Роддом, родительский дом, собственный дом, детский сад, школа, офис или цех. Детский дом, общежитие, дом престарелых. Может на самом деле дом занимает в нашей истории гораздо больше места, чем мы думаем? Давайте разбираться вместе. Новая жизнь зарождается и развивается в утробе матери. В таком уютном гнездышке, где есть все самое необходимое. Стены, организованное питание, запасное место для роста. Наш первый дом – мама. Поэтому то, как она заботится о собственной безопасности, жизнеобеспечении и эмоциональной погоде в доме непосредственно влияет на плод. День за днем малыш растет вместе с домом. Но однажды ему приходится покинуть это временное пристанище. Новорожден попадает в родительский дом. Это жилище должно быть цельным, крепким, надежным и безопасным. Нет острым предметам в доступе – таблеткам, открытым розеткам, плесень, грязи, пыли, каким-то токсичным веществам, порченным продуктам, паразитам. Малышу не пойдут на пользу тревожащие его события – громкая музыка, незваные гости или ссоры. Для ребенка первого года жизни дом – это маленький мир, состоящий из него и мамы. Мама – это ласковый, заботящийся, нежный дом, который удовлетворяет все потребности. Как важно ей напрочь забыть рекомендации недавно советской педагогики. Не носить на руках, а то ручной будет. Не потакать прихотям и капризам. Поплачет, поплачет и уснет. И многих других удобных для взрослых советов. А быть на расстоянии вытянутой руки или одного слова «мама» – «мама» – это символ постоянства, узнаваемости и тождества переживаний. Маленькая уютная колыбель в комнате с комфортным климатом, кормление у груди, даже из бутылочки, засыпание в объятиях родителей, плавание в тепленькой водичке и многое другое, что напоминает о первом доме. Безусловно, хорошо, если дом «мама» чувствует себя в полной безопасности и эмоциональном равновесии. Конечно же, это главная обязанность отца в этот период – заботиться о семье, добывать еду, сделать безопаснее и комфортнее дом, да и обнимать, словно создавая самим собой дом гораздо больше и крепче, чем она – дом «мама». Если в целом дом «мама» является крепостью для малыша, крепкий, надежный и безопасный существует распорядок дня, если младенец получает желанное, если его потребности быстро удовлетворяются, а он не испытывает долгого дискомфорта и недомоганий. Если малыша ласкают и обнимают, с ним играют и разговаривают, у него формируется доверие к миру, к людям, к происходящим событиям и самому себе. Если же дом разваливается и является источником угроз для мамы и малыша, а также он не получает необходимого ухода, его потребности игнорируются, не встречают любовной заботы со стороны дома «мама», то он становится боязливым и подозрительным. Почему это так важно? Да потому что доверие или недоверие к миру тесно связано с дальнейшим освоением пространства и отношений, а также дает ребенку ресурс в дальнейшей жизни легче и быстрее преодолевать неизбежные травмирующие его психусобытия. Может, еще в младенчестве берет начало формирования нашего внутреннего дома, его важной составляющей, надежды на то, что несмотря на изменчивость и непредсказуемость жизни, существует определенный миропорядок, среда вокруг надежна, а значит, все обязательно будет хорошо. Когда ребенок подрастает, он начинает активнее осваивать жизненное пространство, в том числе дом. С года до трех лет жилище становится местом для экспериментов и испытания собственных возможностей и превращается в дом лаборатории ученого. Это значит, что дом должен стать безопаснее с учетом новых потребностей развивающего малыша. Можно ли предугадать возможные неприятности для маленького исследования и заранее избавиться от них? Отдать свободу действий, но при этом ограничить степень дозволенности так, чтобы исключить опасности? Дети одного-трех лет с нуля познают мир, удивительные и таящиеся в себе тысячи возможностей. Они учатся новым приемам взаимодействия с предметами. Открывать и закрывать, разбирать и собирать, вставлять и доставлять, доставать, нажимать и вертеть, переключать, двигать. Да, много разных действий, пусть медлительно, неуклюже, с множеством ошибок и неудобств, но это дает возможность поверить в свои силы и способности. Разве не для этого создаются лаборатории, чтобы изучать свойства предметов, находить современные решения, создавать умения и навыки? Надо признаться, это достаточно неудобно для взрослых. Мыть, вытирать, ремонтировать, покупать снова, собирать и так далее. Гораздо проще сказать, не ходи, упадешь, не пиши, замараешь бумагу, не трогай, сломаешь или разобьешь, не лезь, испачкаешься, а еще создавать мнимые опасности. Ну, например, там бабанька, волк, это очень опасно, это папина, тетина, кошки, они будут ругаться, кусаться или просто кричать нельзя, там, где это неудобно. А еще нужно учиться терпеть, не раздражаться из-за того, что у малыша что-то не получается, не спешить делать за него и не требовать от него того, что он объективно не способен выполнить. Конечно, исследование дома лаборатории может превратиться во вседозволенность, попустительство и жертвенность со стороны родителей, но поиск золотой середины под силу каждому здравомыслящему взрослому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok